В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. 12 ноября стало известно об освобождении моряков из плена нигерийских пиратов среди освобожденных гражданин Украины. Об этом и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться украинским морякам, будем говорить с гостями в нашей студии. У нас в гостях сегодня руководитель фонда помощи морякам Ассоль Анна Муругова и адвокат Максим Кочерженко. Здравствуйте. Анна, первый вопрос к вам. Как вы узнали о том, что украинский моряк попал в плен? Ну, я скажу вам, что наша организация отслеживает все события, которые происходят в мире с нашими украинскими моряками. В этом применяется опыт работы, 7 лет нашей организации. Есть специальные сотрудники, которые мониторят все новостные издания, и либо к нам обращаются напрямую родственники моряка, который попал в то или иное событие за рубежом. Ну и, конечно, ситуация, когда моряки попадают в плен, она очень сложная и близкая нам, потому что изначально наша организация была инициирована родственниками моряков, которые попали в пиратский плен, и все события, которые с ними связаны, нам очень знакомы. Очень важно оказать своевременную помощь родственникам, чтобы не было волнения, чтобы максимально успокоить родственников и понять, что за этого моряка в любом случае будут бороться и судоходная компания, так как он член на время контракта. За этого моряка будут бороться Министерства иностранных дел, потому что он гражданин Украины. За этого моряка будут бороться международные организации, которые участвуют в переговорном процессе, а в последующем и в процессе реабилитации этого моряка. Почему так получается, что в одних случаях совместные действия посольства, судоходных компаний быстро срабатывают, и люди возвращаются домой, а в других случаях это тянется долго? От кого это зависит в первую очередь? От судоходных компаний? От дипломатов? На ваш взгляд? Конечно, очень большая роль судоходной компании. Первое ее желание вообще участвовать в выкупе захваченных моряков в плен и их реальной финансовой возможности, поскольку каждая компания обладает разными ресурсами, и у них разные страховые компании, которые тоже обладают разными ресурсами. Плюс к тому все зависит еще от требований пиратов. Естественно, что вот эти моменты должны как-то совпасть, чтобы переговоры оказались удачными и стороны о чем-то договорились. Вот в этом конкретном случае везде фигурировало, что неизвестно на каких основаниях отпустили моряков. Почему обычно умалчивают, на ваш взгляд? Ну, потому что эта информация очень важная в дальнейшем, и пираты могут ее использовать и в других захватах. Поэтому это всегда, этот вопрос не только в этом случае, он всегда становится неизвестным, и я думаю, что к этому даже не стоит привлекать пристальное внимание. Моряк на свободе – это самое главное. Ну, за последние годы снижается количество случаев, да, нападений на суда, что говорит статистика? Все, что связано с пиратством, да. Самое большое количество моряков, которые были захвачены, пиратский плен, было связано с сомалийским пиратством. Действительно, большое развитие получилось с 2003 года, и в 2011 годах оно пошло на спад. Но сейчас получило развитие нигерийское пиратство. Они, конечно, имеют существенную разницу. Если сомалийские пираты захватывали плен экипажей, суда, и держали длительное время для получения максимального выкупа, иногда эти месяца длились, начиная от трех месяцев до полутора лет, до более двух лет. Нигерийское пиратство, оно молниеносное, то есть захватывается не весь экипаж, а часть экипажа, в основном это топ-офицеры. И действительно, вот как в этом случае, что максимальное время задержания в ведении переговоров, это может быть от недели до полутора месяцев. То есть для этого, конечно, разные виды пиратства, но в любом случае моряки подвигаются стрессу. Естественно, последствия могут быть разные. Но и отличительное, почему пиратство начало как бы идти на спад, то, что в свое время появились такие охранные структуры, которые защищали моряков. Это специальные фирмы, обученные люди, которые садились на переход, и сопровождали моряков из точки А в точку Б. Конечно, мы знаем ситуации, которые закончились для некоторых моряков, которые участвовали, именно работали в этих охранных структурах, плачевно. Мы знаем ситуацию с задержанным судном возле берегов Индии, где экипаж получил пять лет тюрьмы. Мы знаем судьбу, в этой судьбе мы обсуждали судьбу капитана Гаврилова, который находится два года в Шри-Ланке. Но именно в негерийских водах запрещено применять охрану на судах. Я знаю, что в свое время вы проводили исследования о самых эффективных способах борьбы с пиратством. Что показало это исследование? Мы говорим, что был комплекс мероприятий. Это и обучение, и создание цитадели, и специальные моряки проходили курсы. Но самым эффективным, это со слов моряков, и то, что подтверждает эксперт, это все-таки была вооруженная охрана на борту судна, которая защищала и судно, и самих моряков. Вот сейчас очень часто как раз-таки украинцы идут работать в охрану и охранять суда от пиратства. Вот вам известно о таких случаях, и какие контракты они в таких случаях заключают? Ну, конечно, известно, и контракты они заключают, и чем-то они похожи на контракты обычных моряков. Есть, конечно, своя специфика. Но точно так же такие работники сталкиваются с ситуациями, когда не выплачивается заработная плата, какие-то происходят травмы на борту судна, болезни. И то есть возникают у них вопросы, с которыми они тоже обращаются за юридической помощью, за социальной, за общественной. А вот как раз-таки к вам за последние годы с какими больше всего вопросами обращаются? Ну, если говорить про работников в сфере охраны, И в сфере охраны, и моряки. Есть какая-то разница? Ну, есть, есть. Конечно, обращений от моряков гораздо больше, поскольку, в принципе... Их гораздо больше? Их гораздо больше, да. В основном моряки обращаются по вопросам невыплаты заработной платы. По ситуациям, когда им требуется взыскать компенсацию за смерть родственника моряка и на борту судна, или за травму, полученную на борту судна в связи с выполнением своих служебных обязанностей. Или вопросы, связанные с тем, что некоторых моряков обманывают при трудоустройстве. Есть определенные ситуации мошенничества при трудоустройстве. Вот с такими вопросами тоже обращаются. А если говорить об охране? Если говорить об охране, вот конкретно к нам обращались работники по охране, которым не была воплачена заработная плата своевременно. То есть там была ситуация, когда человек просто через какой-то период задержки зарплаты отказался выполнять свою работу, но контракт составлен таким образом, что он не имеет права отказываться в одностороннем режиме вот такой работы, и поэтому его уволили. Возникли вопросы со списанием судна, то есть как бы невыплата зарплаты, плюс проблема в репатриации и целый там ворох проблем. А по статистике положительные решения для моряков вот с процентом соотношения в каких случаях выносится? Ну, я статистику такую не веду, но могу сказать, что в большинстве случаев нам удается добиться положительных решений. Не знаю, может быть, процентов 85-90 случаев. Это хороший результат. Ну, я считаю, что да, мы для этого работаем. Анна, а к вам обращаются с какими вопросами чаще всего? Ну, у нас, скажем, блок вопросов, но основное тоже, по результатам последних лет работы, это на первом месте невыплата заработной оплаты, на втором месте задержание моряков по разным ситуациям и последующие, сначала арест, а потом содержание в тюрьме, это второе место, и третье место мошенничество, как ни странно, но оно по сегодняшний день продолжает развиваться, несмотря на то, что существует множество рекомендаций, как избежать этих мошеннических действий, но они присутствуют. Конечно, меня очень, чисто по-человечески, очень беспокоит ситуация, в которых, когда моряки задержаны и осуждены. Причем, есть разные примеры. Когда ситуация действительно, что такая вот криминальная, тогда задержаны перевозки нелегалов, да, основное количество моряков задержано перевозки нелегалов, и сейчас, на данный момент, они задержаны либо возле берегов Греции, либо и в Италии. Причем, Греция доминирует, это 184 моряка, и буквально на этой неделе к нам обратились родственники, которые, моряки, которых перестали выходить на связь. И второе место занимает Италия. Это то, что касается перевозки нелегалов. Второе место – перевозка сигарет, это тоже возле берегов Греции. Перевозка наркотиков, мы знаем, экипажи, которые тоже были задержаны, и до сих пор находятся в тюрьмах. Есть ситуации, которые, ну, казалось бы, банальны, но в любом случае моряки тоже в такие ситуации попадают. Это драки в общественных местах, в разных странах, в аэропорту, и это очень обидно, потому что в плане, что для них, это те люди, которые уже возвращаются домой, отработав 6-8 месяцев. И очень такая ситуация, когда человек не сдержался под тем временным причинам, вступил в спор, а потом этот спор закончился дракой. И это тоже задержание, и это тоже люди находятся в тюрьмах. Ну, это как бы та ситуация, в которой мы не хотели, чтобы наши моряки попадали. И вот даже сейчас, вот обращаясь к морякам, которые смотрят, либо их родственникам, все предложения, которые поступают на трудоустройство, на яхтах, это зачастую связано с перевозкой нелегалов. Мало того, когда вам предлагают оформить яхту именно на вас, в таком случае вы берете на себя ответственность, и для греческих властей, вы владелец этой яхты, вы несете ответственность, а именно в ситуации в Греции, то это вам грозит 20-25 лет тюрьмы. В ситуации, когда моряки задержаны возле берега в Италии, это 5 лет тюрьмы. Очень обидно, что моряки попадаются в эту ситуацию, и обидно и за семьи, и за самих моряков. В 21 век вы получаете эту информацию. Я почему об этом говорю всегда, потому что именно на этой неделе к нам обратились две семьи, причем там ситуация, люди знают, где задержаны их близкие, здесь ситуация, что еще непонятно, где они были задержаны. А вот с юридической точки зрения, в чем сложности таких процессов, когда украинские моряки находятся под следствием в другой стране? Ну, сложности в чем? Ну, в первую очередь, то, что украинский адвокат не может помочь в таких ситуациях напрямую, и для того, чтобы обеспечить належащую защиту правового такого моряка, нужно привлекать адвоката местного. И, естественно, если это Греция, то надо искать греческого адвоката, который ведет уголовные дела в Италии, итальянского и так далее. И довольно сложно найти адекватного адвоката, который будет адекватно снабжать информацией с семью, и, естественно, чтобы его гонорар был таким, чтобы семья смогла вообще его осилить. Вот в этом сложность. Если такого адвоката семья находит, то уже, так сказать, есть перспектива, есть возможность того, что невинного человека оправдают. На что следует обратить внимание украинским морякам при заключении контракта, для того, чтобы не попадать в такие ситуации и не попадать, собственно, к недобросовестным судовладельцам? Первое, надо изучить вообще статус судовладельца, с которым подписывается контракт. Есть интернет-ресурсы, есть организации общественные, в том числе Фонд помощи морякам и СОЛЬ, у которых есть определенный уже опыт и база, скажем, тех судовладельцев, с которыми бывают проблемы, а с которыми этих проблем не возникает. Второе, это условия самого контракта. Основные условия у нас разработаны специальные брошюры, и в фонде СОЛЬ они тоже имеются, в том, какие именно условия контракта являются необходимыми, чтобы они находились в самом контракте, и какие являются адекватными. При необходимости эту информацию можно получить в АСОЛе. Да, сейчас хочу подчеркнуть, что действительно, первое, что мы приняли во внимание, у нас есть сотрудник, который может ответить 2-3 часа на эти вопросы. Когда вы получаете предложение по работе, вы можете написать у нас на сайте, в разделе «Как получить нашу помощь», описать предложение, которое вы поступили, и в течение 2-3 часов наш сотрудник вам дает ответ на то, что достойны ли это предложение, действительно есть эта судоходная компания со своим сайтом, со своими предложениями. И тоже, если вы получаете информацию от посредника крюинговой компании, действительно ли в этой компании есть лицензия, не случайны ли эти люди, которые занимаются мошенническими действиями. Хочу подчеркнуть, что такую информацию дают все профсоюзы, которые работают на территории нашей страны. И в этот момент очень важно не давать согласия, а примечиво сначала изначально получить эту информацию. Мало того, даже моряки сами между собой общаются, есть форумы моряков, на котором они тоже могут получить информацию, потому что братство морское, оно такое единое, и я сама сегодня в одной группе моряков получила информацию о мошенниках, которые буквально 2 дня назад нам обратились родственники, сами моряки, которые пострадали от этих действий, и я на этом форуме нашла людей, которые тоже пострадали от этих действий. Рекомендации ко всем общие. Ну и принимайте, скажем, вот правительных информацию вы получили, и сразу решение идти, принимать, устраиваться. Да, каждый из нас, каждый из нас, родственников, каждый из вас ждет этого предложения по работе, но не всегда его надо принимать, сегодня и сейчас. Есть, думаю, что у вас, у каждого есть час, два, три времени, для того, чтобы вы собрали максимально точную информацию и приняли взвешенное решение. Спасибо вам большое за то, что пришли, за эту дискуссию. Я думаю, что много полезного вы сегодня сообщили. Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня была руководитель фонда помощи морякам «Ассоль» Анна Муругова и адвокат Максим Кочерженко. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.